Оно очень легко вписывается в базовый гардероб. Есть очень много разных видов и подвидов кимоно. Кимоно прозрачное – это очень редкая вещь. Сейчас на это очень большой спрос. Сегодня мы решили организовать такое шоу в завершении нашей работы. Для стилиста Ольги Павловой Демчук эта история началась с приобретения кимоно для личного гардероба, а потом затянула настолько, что возникла идея организовать выставку. Я обратилась в музей, и мы сделали выставку. Выставка у нас длилась два с половиной месяца. Очень большой успех она имела. И в итоге у нас музей полностью выкупил коллекцию, которую мы подготовили для этой выставки. И сегодня как раз это финал, это итог передачи этой коллекции музея. Сегодня мы решили организовать такое шоу в завершении нашей работы. Праздник для всех нас. Кимоно – это один из красивейших предметов одежды. Есть очень много разных видов и подвидов кимоно. Есть праздничные кимоно, есть кимоно замужних женщин, есть кимоно незамужних девушек. Это когда длинный рукав фуриседе, это вот летящий рукав, это у нас незамужние девушки ходят в таких красивых кимоно. Мужчины очень обычно у них лаконичные, темно-синий, коричневый, серый цвет. Но у самурая все самое дорогое и ценное скрыто внутри на подкладке. Если мы раскроем жакет хаори мужской, там будет картина какого-нибудь художника, причем с подписью автора. И обязательно это будет ручная роспись. Из всех разновидностей кимоно именно хаори – наиболее универсальная модель, которую легко вписать в современный гардероб. Изначально это была одежда, это мужской был жакет. Его носили самураи на доспехи, тем самым они согревались в холодное время года. Но гейши, правильно гейка, они в этом предмете одежды увидели очень большой потенциал. Они стали внедрять его в свой гардероб. И после этого это стал популярный традиционный предмет одежды. Это считается как верхняя одежда, то есть верхний жакет. Кимоно для торжественных случаев и официальных приемов обычно украшают комоны – это фамильные гербы. Их могли наносить практически все – от аристократов до свободных крестьян. То есть если сейчас в наше время кто-то заказывает себе кимоно, то он должен предоставить все документы, скажем так, сопроводительные, что он имеет право на нанесение комонов. И тем самым люди читают и видят, кому ты принадлежишь, какому роду. И несмотря на все строгие традиции, японцы вполне лояльно относятся к тому, что винтажные кимоно даже с фамильными гербами носят люди по всему миру. Японцы относятся к этому абсолютно нормально, лояльно. Но не когда вы идете на посольство Японии или на какой-то торжественный прием. Тогда это, конечно, недопустимо. Каждое кимоно мы его читаем. То есть сначала, когда его открываешь – просто кимоно. Когда начинаешь погружаться в рисунок, то ты читаешь такую интересную историю об этом кимоно. Хризантема, журавль, сосна. То есть знающий человек, он сразу может прочитать, что это кимоно зимнее. Журавль, цуру – символ долголетия, символ упорства, символ достижения цели. Императорская хризантема – уже само название вы понимаете, да? Что вообще хризантема – это символ Японии. У каждого японца на паспорте изображена хризантема. Это символ богатства, благородства, символ веры. Ценителей кимоно в нашей стране немало. Конечно же, они стараются не пропускать ни одной выставки и ни одного аукциона. А я в такой одежде хожу. Да. У меня есть кимоно, у меня есть обе. В принципе, мы так ходим дома в том числе. Мне интересна была очень история. А еще кимоно прозрачное – это очень редкая вещь. Очень много кимоно, не выкупленные в магазинах. То есть кимоно создается несколько лет. Некоторые кимоно, особенно если это роспись на шелке, или это кимоно шибори, когда кимоно делают по 2-3 года. И бывает, что хозяин ему заказал, но не забрал. Это самый частый случай вот тех вот самых уникальных сегодня новинок, потому что они новые. Они без следов времени. То есть это не использованный винтаж, так называемый. Но также есть кимоно, которые сдают люди, которые хотят этим поделиться, этой красотой. Сейчас на это очень большой спрос. И на закрытых аукционах, в антикварных магазинах продаются вот такие кимоно. Продолжение следует...